Вы должны сидеть как цари. Понятно? Цари природы живы. Так вы себя назвали. Разумные. Гомо сапи. Разумный царь природы. Он должен осанку иметь идеальную. Ну вот. Им правда трудно говорить, потому что астма, особенно эти каши и эти удушья, сгобили здесь и становятся горбатые. Деформиция грудная клетка. Через месяц-два-три они выправляются, грудная клетка нормализуется, становятся нормальные дети. Значит, уменьшайте дыхание потом к концу. Мы замерим паузу, она у всех подрастет немножко. Константин Павлович, у меня к вам вот какой вопрос. Я знаю многих людей, которые добросовестно хотят ваш метод применить своим детям. Ну, маму поймешь, папу поймешь. Да. И, тем не менее, у них часто это не приводит к каким-то результатам. Да, очень сильные вопросы. Какие здесь могут быть камни предкинговые? Что можно сказать? Две официальные опробации в Инграде и в Москве на тяжелейших больных, потому что нам противники в наших клиниках отбирали самых тяжелейших больных, которые ничем не помогало. И мы дали 100% результат. Почему? Мои методисты были высокой квалификацией. 100% документы лежат у меня в ЦК Среди Министров и Минздраве. Это квалификация методистов. Так что, если методист меньше квалификации, меньше процент усвоения. Если у процента усвоения метода меньше 90, запрещаем методисту вести работу. Вот на истинской газете там выступал доведен, что у них 48% результатов. Значит, плохие методисты. Мы сейчас в Катеринске поображения запрещаем заниматься этим. Понятно. И поэтому, значит, эффект 100% у исправших дыхание. И полные нули, если дыхание не исправилось. Дыхание углубилось в гибель. И гибель глубокого дыхания доказывает истинность этого открытия. Поэтому прежде чем решить, что не помогло в Памутейке. То надо измерить дыхание. Если пауза упала, дыхание углубилось, он должен заболеть. Вот что. Это закон. Главный закон жизни. Разрешался, погиб. Уменьшим дыхание вылечиваться. Вот что нужно помнить. И поэтому неуспехи, главные неуспехи, это плохая подготовка методистов. Второе. Лень и несообразительность больных. Значит, что они усваивают? Глупые, кретины, шизофреники в поздной стадии, склеротики, маразматики. Уже ничего не помнят и не усваивают метод. Чем умнее, тем быстрее усваивают. Это нам надо. Поэтому, значит, этот метод должен, должны понять разумные люди и первые вылечат. И тебе надо еще что-то рассказать. Тебе надо смотреть на всю жизнь окружающей, что происходит. Чего нужно бояться? Что углубляет дыхание? Углубляет дыхание второй враг наш. Это инфекция, которая в гландах и в зубах. Почти вот у всех детей, в основном, хронический танзелит. Он нарушает обновление, усиляет дыхание. Парадонтозы взрослые. Надо убирать мертвые зубы. Третий враг – это остеохондрозы. У них отчасти от моющих средств. И на следах их управляют. Четвертый враг – это переедание. Обжёст. Надо есть только, когда очень хочется. Пятый враг – это сон. Во всех углубляет дыхание. Минимум спать нужно. Один из врагов – это недостаток соли. Нам соли и микроэлементы, полный набор солей, крайне необходимы. Поэтому мы чувством и ощущением это измеряли. Поэтому ограничение соли нарушает обмен веществ и вызывает поносы, вымирает. Целые стада вымирает, если с кота мне дать соль. Соль по вкусу. Желание пить – выполнять желания, которые есть. Вот что главный организатор у нас и нашего жизни. Это желание. Это надо соблюдать. Значит, и поэтому мы говорим сразу. Не ешьте насильно, боитесь насильным кормлением. Не спите лишнего. Спать не на спине, а на животе. Это уменьшает дыхание. То есть почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир. Больше дышать, больше отдыхать и так дальше. И не работать им кормлением. Не спите лишнего. Спать не на спине, а на животе. Это уменьшает дыхание. То есть почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир, больше дышать, больше отдыхать и так дальше, и не работать физически, это все углубляло дыхание. Это порочный образ мышления. Отсюда порочный образ жизни. Пытались нарвать, награбить, нахватать, чтобы жрать, спать и ничего не делать. Вот идеал мышления порочного западного мира. Отсюда порочный образ жизни. Бандитизм, тунеядство, это самое, без конца идет, девальвация и все, ничего не хватает и так дальше. А полезно что? Не надышивать, не наедать, не насыпать и работать до пота, до седьмого физически. Это полезно. Если то люди узнают, если будут день и ночь, не есть, не спать, и все, работать и работать будет полное изобилие. Понятно, да вот бастует у нас тут. Что вы поступите против наших самих? Глупость какая? Это от глубокого дыхания. Вот глупости. Вот что происходит. Поэтому суммируя, можно сказать, мною открыт порочный образ мышление, о чем говорит Горбачев. Теперь я обосновываю физиологически. Алчность, побольше всего, это эгоизм. Только мне. Он уничтожает человечество. Альтруизм основа. Обществу больше, тогда общество будет расцветать. Поэтому достаточно разумный альтруист, он дает общество, а не собственное. Вот где истина. В разумном аскетизме нет. Если не доел, не доспал, то чуть-чуть съел. Какой вкусный хлеб был в войну. Черный хлеб, да еще с солью. Или не спали мы же месяцами. Какая прессия, уснул. И так дальше. Если не задышиваешь, вдохнул немножко. Какой воздух замечательный. То есть я открыл сущность счастья. Счастье в исполнении желаний. Надо постоянно желать есть, спать и так дальше. И тогда ты будешь счастлив в каждую минуту. Я открыл ключ счастья. Это разумный аскетизм. А когда обожраться, обоспаться, он уже все, ему чего? Крови, гашиша, чертов ступище. Убийство. Тогда он будет доволен. Это и западный мир. Вот я его расшифровал, раскрыл его сущность. Вот к чему я зову себя на сегодняшний день. К разумному мышлению, постижению моей теории. К моему методу постижения. Это единственный прямой путь спасения почти от всех бед. Поэтому сейчас еще раз замерим максимальную паузу ребятишек. Она должна подрасти. Они же уменьшают дыхание понемножку. Понятно, ребятишек? Еще раз померяем. Значит, выпрямились. Свободненько. Выдохнули. Закрыли носки. Не дышим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Видите? На одну-две-три секунды пауза получилась вот за эти двадцать минут тренировки. Молодцы ребята. То есть ты не переусердствовал? Нет. Они глубоко не вдохнули. Молодцы ребята. Очень умные ребятишки. И с этого момента в них все пойдет сейчас наоборот. Поэтому я должен сказать, что то, что вам говорили раньше, говорят мамы и бабушки по старинке, делайте наоборот. Тогда спасетесь. «Поэтому желаю вам на малом дыхании большого здоровья». Это осуществится. Это не мечта, а реальная действительность. Итак, еще раз спасибо всем присутствующим. И пожелаю всей области на малом дыхании большого здоровья и счастья. Итак, доброго вам здоровья на малом дыхании. Субтитры создавал DimaTorzok